Здравствуйте! Это программа «Слово веры». Здесь мы говорим об исторических событиях, праздниках и интересных людях в мире православия. Храм в честь иконы Пресвятой Богородицы Всецарица появился при онкологическом центре в Хабаровске в 2007 году. Расположен он в одном из лечебных корпусов учреждения. Каждую вторую и четвертую субботу месяца в храме центра проходят богослужения. На них собираются священники, врачи и пациенты. Мы дорожим церковными службами, где бы они ни совершались. В больших лесоборах, в старинных главах, в городских храмах, в деревенских храмах, в больничных храмах. Какой бы ни был храм, из чего бы он ни был, это дом Божий, потому что мы приходим к Богу. Молятся с пациентами и врачами и сёстрами Лосердия. После службы они вместе со священником идут по больничным палатам онкоцентра. Батюшка окропляет все палаты и пациентов святой водой. Сёстры рассказывают о возможности посетить храм. Мы общаемся с людьми, озвучиваем такую возможность, говорим, в каком режиме работает храм, говорим о том, что если вы не можете сами прийти по причине болезни или по другим причинам, то мы можем пригласить священника и говорим о том, что может сделать священник в тех таинствах, которые он может преподать. В этот раз священник Николай Ворожбит совершил таинство причащения. Для пациента это был первый опыт. Со страхом Божьего веры преступить и причащаться на Божий Алексей. По словам священников, именно в больнице люди чаще приходят к вере. В такие моменты пациенты особенно нуждаются в духовной поддержке. Здесь особо нуждаются в духовной поддержке. Конечно, наши больницы обеспечивают пациента всем необходимым лекарством, заботой, уходом, питанием. Но не обеспечивают человека пищей для ума, не обеспечивают человека пищей для души. Потому что душа особо начинает испытывать потребность в пище, жажда, человек жаждет. У него возникают вопросы, на которые он ищет ответ. Хабаровская епархия организовала больничные храмы в шести крупнейших лечебных учреждениях Хабаровска. Сегодня они есть в онкологическом центре, детской, первой и второй краевых и туберкулезной больницах, перинатальном центре. Сегодня у нас в гостях Эрей Дианисий Ноктев, настоятель Града Хабаровского собора Успения Божией Матери. Здравствуйте. Здравствуйте. Отец Дианисий. Все-таки почему необходимо поститься верующему человеку? В чем вообще смысл поста великого? Сам пост – это время усиленной молитвенной, молитвенного обращения к Богу, борьбы со своими страстями и греховными привычками, сопровождая воздержание от пищи животного происхождения, употребление спиртных напитков, увеселение. То есть это как бы основополагающее, да? А цель поста – это неформальный отказ от скоромной пищи, да? Вот продуктов животного происхождения или, в общем, воздержание. Эта сторона поста, как бы не она была важна сама по себе, является лишь помощью достижения главной цели – искоренения в человеке всего того, что мешает его в соединении с Богом. То есть это самая главная цель. И очень часто встречаешь, когда люди говорят о посте, в основном ссылается именно на воздержание… От еды. Еды, да, телесное воздержание. Но это всего лишь способствует именно духовному возрождению, да, обновлению. Потому что это самая главная цель, чтобы человек во время поста особо уделил время на то, чтобы к Богу можно ближе приблизиться через молитву, общение, да, с Богом, через покаяние, как исправление должно произойти изменение ума, мы называем, да? То есть человек должен и мысли свои поменять, и действия, и, конечно же, приобрести положительные качества, терпение, смирение, милосердие, сострадание в ближнем. Отец Дионисии, как все-таки правильно поститься? Есть ли во время поста какие-то послабления? Мы все время говорим о послаблениях. Если мы взглянем, допустим, на канонические правила, которые были в первых веках, то доходило до того, что человека даже отлучали от причастия, если он нарушал. То есть есть определенные правила, да, и вот первым, как бы, каноническим правилом было это вот апостольское собрание, 49-51 год в Иерусалиме, когда апостолы, ученики Христа, они приняли решение не есть удавлены, жертвопринощающиеся, да, животные, удавлены или, допустим, отбуда и не делай того, что не хочешь себе. То есть это прямо было в правилах прописано. То есть это как бы первое, да? Ну, конечно, всегда христиане должны ориентироваться на Библию. Мы знаем примеры в Ветхом Завете, когда в книге Бытия еще наши прародители находились в райском саду, в Эдеме, да, когда Господь им дал небольшую заповедь. Он им сказал, кушайте любой плод на дереве, только не ешьте плоды. Вот с дерева, которое стоит в середине, да, познание добра и зла, ибо вы умрете, если когда вкусите. Вот. Это была первая заповедь. То есть как бы прародители могли постоянно находиться, но вот они приступили, да. После этого, конечно, в Ветхом Завете мы видим пример и в Моисеи, пророке, когда он зашел на гору, Господь ему даровал заповеди, 10 заповедей. Там написано, что 40 дней и 40 ночей он ничего не ел, ничего не пил. Вот. В Новом Завете мы, конечно, видим пример Христа, когда перед тем, как Христос вышел на проповедь, он тоже в течение 40 дней воздерживался, когда прошел искушение, да, когда дьявол его искушал. Вот. И это как бы пример для нас, в первую очередь, как христиан, для нас это пример того, что мы тоже воздерживались. Есть, конечно, однодневные посты. Это мы сейчас говорим о Великом Посте, но есть однодневные посты, это среда, пятница, да. Есть особые дни, допустим, усекновения Ивана Претича, однодневные посты. Но все-таки пост, как мы уже сказали, это не только воздержание телесное, да, это как бы способствует духовному возрастанию. Мы должны в первую очередь обратить внимание на свою духовную составляющую. Что во мне живет, что в моем сердце, что в моем разуме, чем мне нужно бороться, да, что обуревает меня, что меня делает плохим, там, раздражение, осуждение. И вот эти вот страсти, как бы, мы борем, побеждаем, да, во время Великого Поста, мы их побеждаем, освобождаем, то есть делаем свободными. А послабления есть же, да, какие-то, то есть есть конкретно дни, да, я знаю, что там, где можно рыбу. Ну, даже вот в правилах, о чем мы говорили, да, те люди, которые физически слабы, они вот имели послабление. А также те женщины, которые были беременны, либо были разрешены от родов, то есть кормящими матерями. Вот. И сейчас также разрешается, допустим, послабление какое-то делать, когда человек находится в пути. То есть он сам себе не готовит. Летит в самолете. Если, конечно, есть у него выбор, он там съест лучше рыбу, допустим, да, чем мясо. Или что-то там овощное выберет. Но если такого выбора как бы нет, не нужно в этом смущаться. Вот. На то и дается как бы послабление путешествующему. Есть, допустим, какие-то хронические заболевания. Ну, вот говоря о богослужениях, на какие богослужения должен все-таки прийти верующий христианин, чтобы... Ну, Великопостное богослужение, оно сильно отличается от поседневного. Вот там постовые службы проходят. Вот, допустим, мы первую неделю с вами возьмем, да, первые три дня обычно служатся полностью по уставу. То есть нет никаких сокращений и послаблений, как вот в монастырях служатся, да, или в древней церкви. Потом вечером первые четыре дня читается покаянный канон преподобного Андрея Критского. Все прихожане собираются в храме вечером, допустим, стараются эту службу проводить попозже. Не как обычно в пять часов вечера, а в шесть часов вечера, чтобы могли все прихожане освободиться, да, после работы и поприсутствовать. Допустим, следующее богослужение, это первое воскресенье, торжество православия празднуется, особый чин там совершается. Что произошло? Как бы один из императоров, язычников, хотел осквернить христиан, окропили всю еду жертвенной кровью. И вот как бы какой выход нашли христиане? Они осветили колево, это пшеницу с медом, и в этот день вот вкушали, как бы не осквернившись, да. Вот последующие там уже недели совершается, допустим, воскресенье вечером совершается пассия страстям Христовым, акафия страстям Христовым, воспоминания крестных страданий Христа. Допустим, со второй недели совершается таинство соборования, где христиане могут прибегать к этому таинству и просить у Господа избавления тех грехов, с которыми им трудно бороться, да, не могут их победить, или телесными, или духовными грехами и болезнями. Следующее, это стояние Марии Египетской. То есть вот истинная постница, когда мы ее вспоминаем, на пятой неделе, среда пятой недели, вечером, читается и жизнеописание ее полностью, и читается полностью покаянный канон Андрея Критского. Такая длинная служба тоже своего рода. Вот мы говорим о посте, вот она очень, так сказать, воздерживалась. В течение пятнадцати лет она ела пять хлебов, а потом питалась то, что ей Господь посылал. Но она прожила очень, так сказать, длительную жизнь, вот, 70 с лишним лет она как бы приставилась к Господу после причастия. Вот для нас как бы тоже такое понимание, что мы вот боимся поститься, да, боимся воздерживаться, ничего в этом на самом деле нет трудного, нужно просто возложить на Господа, если ты физически как бы полностью здоров, да, у тебя нет ограничений. Следующая, вот эта святая Четыридесятница, 40 дней, заканчивается Страстной Седмицей, когда последняя неделя и каждый день он называется Великим. Великий понедельник, вторник, среда, Великая Суббота. Спасибо вам за беседу. Сегодня у нас в студии был Ирей Дианисий Нуктив, настоятель Града Хабаровского собора Успения Божией Матери. Если мы не приучим нашу плоть послушанию, то не получим и избавления от страстей. Поэтому, если первый Адам, он ядею, едением плода запретного, это был первый пост, отпал от Бога и от послушания, то мы, следуя учению Матери Церкви и выполняя посты, и идя этим путем, то наоборот, прилипляемся к Богу нашему. Поэтому телесный пост очень важен для нас. Он, во-первых, воспитывает наши и духовные силы, и самое главное, что он ставит нас в послушание церковному, а значит, послушанию Божьему. Ежегодно православная церковь 30 марта чтит память преподобного Алексия, Человека Божьего. Святой стал примером смирения и терпимости. Он всегда говорил о том, что стоит верить в Господа и заботиться о душевной чистоте. А привязанность к деньгам и прочим материальным предметам толкает людей порой на самые жестокие поступки. В четвертом веке в городе Одессе в притворе храма Богородицы проводил дни свои один нищий – Алексий. 17 лет он на паперти этого храма просил милостыню, питался лишь хлебом и водой, да ночами не смыкал глаз своих, отдавая все время свое молитве. Никто и не догадывался, что нищий этот – из богатой благочестивой семьи римского сенатора, что супругу он имеет царских кровей. А уж тем более, что слуги родителей ноги сбили в поисках сбежавшего сына. Но со временем жители Одессы не только стали замечать этого нищего, стали чтить его, ибо сама Богородица открыла церковному сторожу, что Алексий – человек Божий. Да вот только внимание народа претило святому, потому бежал он из Одессы. И Божий промысел привел его обратно в родной Рим. Повинуясь воле Господа, Алексий пришел в дом отца своего и попросил приюта. Сердобольный Ефемиан, не разглядев, правда, в оборванце сына своего, радушно принял его и поселил у себя в сенях, довелел пищу подавать ему с хозяйского стола. Остальным слугам не понравилось столь привилегированное положение какого-то нищего, и стали они из-под тяжка изводить человека Божьего. Да вот только святой, разглядев в этом козне дьявола, принимал все издевательства со смирением и радостью, да и поживал, не изменяя своим тайным подвигам поста и молитвы. Так прошло еще 17 лет, и почувствовал святой, что час кончины его уже близок. А потому описал он всю жизнь свою, в том числе и все тайное, ведомое лишь родителям и супруге. А вскоре произошло чудо. В соборе святого апостола Петра народу изошел глаз свыше. «Ищите человека Божия, чтобы он помолился о Риме и всем народе его». Люди в благоговении вопрошали, «Где ж искать?» И пришел к ним ответ, «В доме Ефемиана человек Божий, там ищите». Все поспешили к преподобному Алексию, ибо сразу понял Ефемиан, о ком речь. Но в живых его уже не застали. Лик блаженно почившего святого сиял светом нездешним, а в руке он сжимал свиток. Прочтя его, и родители, и жена с плачем припали ко гробу святого. А вслед за ними потянулся к святому телу и весь римский народ, чтобы очиститься и разрешиться от недугов своих. В тот день немые начинали говорить, слепцы прозревали, одержимые и душевнобольные выздоравливали. 30 марта. День памяти преподобного Алексия, человека Божьего. Что еще интересного произошло в мире православия за прошедшую неделю, узнаем прямо сейчас. В Хабаровских храмах помолились о трагически погибших во время теракта в Крокус-Сити-Холле. В церквях были совершены панихиды, а в главном соборе края особые прошения об усопших были включены в воскресную службу. Ее возглавил митрополит Артемий. После литургии владыка напомнил людям о том, что идет Великий пост. Он призвал верующих к молитве, а также попросил воздержаться от посещения в это особенное время развлекательных мероприятий. Святыня из Греции доставлена в главный собор края. Это ковчег с башмачком от святых мощей благоверной царицы Феодоры Греческой. Жила она в IX веке. Была супругой греческого царя Феофила Иконоборца. Однако праведная царица не разделяла ереси мужа и тайно почитала святые образа. Мощи святой Феодоры Греческой находится на острове Корфу. Именно оттуда и прибыл ее башмачок. Ковчег теперь будет находиться в Спасопреображенском кафедральном соборе. Между тем в мире насчитывается не больше шести таких башмачков. Один из них теперь есть и в Хабаровске. Митрополит Артемий совершил благодарственный молебен с руководством и игроками хоккейного клуба «Амур». Вместе со всеми прошение на службе вознес и губернатор Хабаровского края. В этом сезоне хоккеисты «Амура» сыграли успешно. Впервые за шесть лет они приняли матчи плей-офф континентальной хоккейной лиги. Спортсмены посчитали нужным поблагодарить за это Бога. Субтитры создавал DimaTorzok